Добрый день! Сегодня наш гость Кристина Роппельт, основатель и директор Агентства Международного Сотрудничества. И сегодня начинается WorldSkills в Казани. Наверное, два события, приезд нашей гости и начало WorldSkills, каким-то образом связаны между собой. Добрый день! Здравствуйте, Лея Ефимовна! Очень приятно! Так каким образом эти два события связаны? Почему вы приехали в тот день, когда начинается у нас такое долгожданное событие, как WorldSkills? Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Во-вторых, я с удовольствием расскажу вам о том, как мое агентство и я лично взаимодействуем с WorldSkills уже на протяжении практически пяти лет с начала основания WorldSkills России. На самом деле, помимо двух событий, которые вы обозначили, моего приезда и старта официального чемпионата WorldSkills International, вчера произошло еще одно очень важное событие. Моя коллега и друг Екатерина Лошкарева, официальный делегат WorldSkills России, стала вице-президентом WorldSkills International и была избрана в совет, в борт такой крупной международной организации. Это первый российский представитель в управляющем органе WorldSkills International. Мне кажется, это очень важное событие, особенно в контексте того, что именно Екатерина пригласила меня поучаствовать в этом сегодняшнем событии, которое проходит в Казани. С Екатериной, как с официальным делегатом, мы общаемся и работаем довольно тесно и плотно уже, как я сказала, с начала WorldSkills Россия. И в этом году меня пригласили вместе с моей командой провести ряд интервью в рамках деловой программы WorldSkills International. Приезжает большое количество иностранных и российских гостей, они будут выступать в рамках деловой программы как keynote speakers. И, собственно, одним из гостей является достаточно известный футуролог, философ Насим Талеб и многие другие известные представители американской и британской, и других иностранных школ мысли и в целом разных больших иностранных институций. Соответственно, с ними требуется провести интервью для того, чтобы сохранилось наследие WorldSkills International в России, и чтобы эти материалы мы потом могли в дальнейшем использовать для развития повестки так называемых FutureSkills, навыков будущего, продвижением которых Екатерина и занимается. А что такое навыки будущего? Сейчас очень много говорят о том, что мы формируем коммуникации, мы формируем компетенции, мы формируем навыки будущего, и целые фирмы, институты, агентства и так далее всем этим занимаются, но на самом деле для большинства из нас это остается непонятным. То есть есть что-то, но ведь будущее нам непонятно, мы не знаем, какие навыки, какие компетенции в будущем пригодятся. Как мы можем это угадать, и не идеализируем ли мы будущее, или, может быть, мы его условно представляем, или, может быть, мы свои представления навязываем этому будущему? То есть как бы вы это вообще объяснили? Я бы объяснила это ровно из логики так называемого форсайтного мышления или мышления из будущего. Я не буду сейчас нашей аудитории продолжительно и подробно рассказывать о том, что такое форсайт. Возможно, те, кто заинтересуется, посмотрят и поизучают эту тему, тем более, что это во многом российская разработка, которая сейчас была внедрена по всему миру, как рэпид форсайт, в исполнение российских команд. Но, тем не менее, с точки зрения мышления из будущего, хочется сделать два важных заявления, два важных тезиса. Первое — это то, что будущее определяем только мы сами. Всегда. Мы не можем идеализировать будущее или очернять его. Только то, что является нашим волевым усилием, только то, что является нашим действием, формирует это будущее. Это первое. Второе — будущее можно изменять. И именно на это направлена огромная работа, как вы сказали, большого числа агентств, компаний, государственных институтов, институтов развития, которые хотят, чтобы это будущее было немножко другим, а не таким, к какому сценарию сейчас подводят текущие тренды. Соответственно, что такое навыки будущего? Это те навыки, которые будут востребованы в том будущем, который мы хотим себе создать. Если мы хотим создать высокотехнологичную экономику, очевидно, нам нужно готовить специалистов, которые будут востребованы в этой высокотехнологичной экономике. Если мы хотим мирного взаимодействия в будущем, если мы хотим, чтобы между нашими странами и народами было глубокое понимание, нам нужны специалисты по коммуникации. И в этом смысле... Да, вы знаете, можно я чуть-чуть вас остановлю в этот момент, а потом вы продолжите. Конечно. Дело в том, что я, например, занимаюсь творчеством Льва Николаевича Толстого. Вообще занимаюсь русской литературой XIX века. И XIX век — это время одной из научно-промышленных революций, когда тоже казалось, что мир можно изменить. Но чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь сторонницей Толстого и его идеи. Ну, это часто называется фатализм в истории. Это, конечно, не фатализм. У Толстого на самом деле не так, как всегда. Термины, они бывают не совсем точными. Но так или иначе и Толстой, и многие другие русские писатели, не самые глупые люди, они размышляли о том, что мы на самом деле немногое можем сделать так, чтобы будущее было таким, каким мы хотим. То есть есть определенная логика истории человеческого общества. Она базируется, вот эта логика, на человеческой психологии. И не случайно, например, в замечательном совершенно романе Тургенева «Отцы и дети» был такой Базаров, который думал, что он сделает будущее таким, каким он хочет видеть это будущее. А на самом деле всемогущая природа и мироздание, они просто убрали умного, смелого и очень талантливого Базарова со своего пути. Я когда говорила об идеализации, я имела в виду как раз именно эту ситуацию. Не только как-то, может быть, мы неправильно представляем себе будущее. Может быть, мы навязываем будущее своей представлением, а жизнь пойдет своим путем, совершенно несоответствующим нашим представлениям. И будущее будет другим. И может быть, даже когда мы вмешиваемся в это движение, мы делаем хуже. Может ли быть такое? Вы знаете, мне кажется, мы говорим о несколько разных подходах и о несколько разном временном контексте. Базаров жил в XIX веке. В веке, когда его действия на общую мировую картину будущего были значительно более ограничены, чем действия любого человека в XXI веке. Это мое глубокое убеждение. Связано это как раз-таки с третьей промышленной революцией. И связано это в том числе с теми новыми технологиями, которые сейчас приходят в нашу жизнь и делают каждого человека уже не субъектом истории, а объектом истории. И делают они его только в том случае, если он сам этого хочет. Я была уверена, что Базаров наверняка желал быть объектом изменения истории и желал быть... Наоборот, субъектом. Да, он хотел быть субъектом изменения истории, извиняюсь. И он хотел изменять это будущее. Но, во-первых, были ли у него достаточные средства к этому изменению на тот момент, в XIX веке? Не знаю, была ли у него доступная информация, вся та информация, которая доступна нам сейчас. Были ли у него те каналы коммуникации? И были ли у него те поля связности с представителями других культурных слоев, стран, организаций, которые вместе с ним могли бы изменять это будущее более качественно и, скажем, более эффективно? Я не уверена. Ответа на этот вопрос у меня нет. При всем том, что я более чем признаю вот эту позицию о том, что силы природы, силы огромного числа мега-движений, мега-трендов воздействуют на будущее сильнее, чем какой-то конкретный один-единственный человек. И, безусловно, они вмешиваются так, как мы предсказать себе зачастую не можем. Тот же Насим Талеб, которого я сегодня упоминала, вводит понятие «черный лебедь». Это любое событие, которое было крайне сложно предсказать, но которое меняет нашу историю кардинальным образом. Может быть, как событие взрыва башен-близнецов в Америке, так и расшифровка ДНК человека. Значительные события, которые кардинально поменяли наше будущее, и о них было сложно догадаться заранее, их сложно было предсказать. Но, тем не менее, эти события происходят, и вы правы, огромное количество разных стихийных сил вмешивается в нашу историю. Но наша сила, второй фактор, которым мы сейчас оперируем, это огромная база знаний, которые мы накопили по прошествии последних лет, которыми мы оперируем, и, исходя из которых, мы можем делать уже гораздо более мощные выводы. И смотреть, имеет ли смысл вмешиваться вот в эту ситуацию, сможем ли мы что-то здесь поменять. Или, возможно, тренд настолько сильный, что для того, чтобы переломить его, придется поломать все копии. А будущее, вот лично вы, каким вы его видите? Поскольку вы работаете на это будущее, с такой замечательной, совершенно молодой устремленностью к этому будущему, и каким вы его видите? Ради какого будущего вот лично вы работаете? Я задумалась при ответе на ваш вопрос не потому, что для меня сложно сформулировать ответ, а потому что будущее я вижу в очень разных разрезах. Есть конкретно мое будущее, на которое я работаю. Есть будущее... А давайте вот так вот и по очереди. Значит, первый разрез — это мое будущее. Мое будущее я вижу вот так. Будущее, ну, например, моей фирмы я вижу вот так. Есть будущее России, я его вижу вот так. Будущее человечества я вижу вот так. Угу. Каждую ступеньку. Хорошо, давайте попробуем. Да. А свое будущее я вижу следующим образом. Мне безумно хочется и безумно важно сохранить баланс между своим личным и своим семейным развитием. Мне представляется, что баланс между работой и жизнью, то есть тот самый work-life balance пресловутый, это не когда твое время или твое внимание поделены пополам. Это когда твое время и внимание поделены ровно в той пропорции, в которой и твоему ближнему окружению, то есть семье и твоему профессиональному окружению, с этим балансом комфортно, и вы о нем консенсусно согласились. Мне очень хочется поддерживать это в таком комфортном, качественном, гармоничном балансе. А что касается развития семейного, я, пожалуй, ставлю это за кадром, потому что ни я, ни мой муж не очень любим распространять на камеру свои личные представления, да, взгляды о семейном развитии. А что касается профессионального будущего, мне очень хочется влиять на восприятие окружающего мира с максимально возможным результатом в разрезе трех категорий. Первое — это миротворчество, peace. Второе — это межкультурные коммуникации, intercultural communication. И третье — это экологическое развитие. Вот в этих трех категориях мне бы очень хотелось добиться значительного изменения как общественного мнения, так и профессиональных навыков конкретных людей. То есть хочется взращивать людей, которые максимально продвинуты в этих областях, максимально открыты к новым изменениям и готовы формулировать свои собственные действия в этом направлении и менять немножко общественное окружающее сознание в этом смысле. Мы ушли от первого вопроса. А само будущее вы каким видите? Ну, например, через сколько? Через 50, через 100? Какой возьмем промежуток? Вы знаете, наверное, я бы выбралась за промежутки в 5-10 лет. Такими спринтами я думаю. Хорошо, через 10? Угу. Мое личное будущее через 10 лет. Нет. Поскольку ваша фирма и вы работаете ради будущего, ну тогда давайте будущее России или будущее человечества? Давайте будущее человечества. Давайте. Наверное, давайте так. Ну, прежде всего, очень хочется видеть будущее максимально мирным. Мне кажется, что миротворчество — это одно из ключевых направлений, над которым нам следует всем подумать. Хочется, чтобы между странами не просто достигался консенсус, а страны начинали видеть себя не как отдельные унитарные единицы большого пространства международных отношений, где каждый играет сам за себя, где есть игра с нулевой суммой. А хочется видеть, чтобы страны осознавали себя представителями конкретных общин, которые живут на этой территории, и что между ними зачастую нет границ. В конкретном, чисто фактическом проявлении, возможно, хотелось бы видеть меньше границ между государствами. Хотелось бы видеть меньше визовых соглашений между государствами не в плане визовых послаблений, а в плане именно наличия... Да, отмены виз. Хочется видеть максимальное сокращение любых военных форматов. Это и военные учения, и милитаризация в принципе, и наращивание военного потенциала. И мне даже сложно здесь сформулировать, потому что я становлюсь достаточно эмоциональной в этом вопросе. Хочется максимальной диверсификации бюджета, который тратится на военные нужды в сторону социально-культурного развития. Что касается взаимодействия на уровне гуманитарном, так же хочется, чтобы в этом человечестве через 10 лет гораздо большее внимание уделялось экологическим вопросам. Потому что даже когда мы говорим о мире без войны, этот мир тоже не может существовать, если все в нем задохнулись и отравились. Именно поэтому хочется, чтобы человечество прежде всего располагало логикой не только комфортного выживания людей на своей территории, а хочется, чтобы человечество руководствовалось логикой всеобщего комфортного биологического выживания и максимального мирного сосуществования на этом общем доме, который называется планетой Земля. Вы знаете, я думаю, что многие бы к вам присоединились, и я с огромным удовольствием бы к вам присоединилась. И мне бы очень тоже хотелось, чтобы будущее было именно таким. Но я не знаю, как это сделать. Вы говорите о том будущем, мы с вами говорим о том, как мы договорились об этом говорить, то, что будет человечеством через 10 лет. Как вы думаете, через 10 лет мы уже решим эти проблемы, и будет мир, и будет замечательная экология? Тогда как вы предлагаете это осуществить? Ведь человечество наоборот сейчас семимильными шагами идет к войне. Очень многие говорят, что вполне возможно третья мировая война. Хотим мы того или не хотим? Интересы сталкиваются. Как сделать так, чтобы этого не было? Вот меня всегда интересует, как. Так сказать, провозгласить замечательно, да? А как это сделать? Вы задали сейчас большое количество вопросов. И про то, как сделать более качественную нашу экологическую ситуацию, и про то, как предотвратить военное статкновение. Давайте про экологию, тогда давайте ограничимся. Вот как сделать так, чтобы экологическое мышление оказалось сильным? И чтобы оно действительно стало влиять на нашу жизнь через 10 лет? Давайте скажем так. Как сделать так, чтобы оно, во-первых, появилось у большого числа людей? Я могу рассказать на своих примерах, как я предпочитаю действовать в этом направлении. Во-первых, я начинаю с себя и считаю, что каждый человек может начинать именно с себя, а не с того, чтобы провозглашать какие-то идеалы на камеру. Даже пускай это так важно и чудесно. Может быть, кто-то из наших зрителей сейчас тоже задумается о своем более экологичном поведении. Я предпочитаю сама носить многоразовую бутылочку. Вот она у меня тут стоит, потому что уверена, что мы каждый производим гигантское количество мусора, и уменьшать его можно только собственными силами. Всегда у меня в портфеле с собой многоразовая сумка, всегда у меня мешочек для покупки фруктов и овощей в магазине, всегда у меня многоразовый тумблер. Например, это лишь маленькие первые шаги, которые лично я предпринимаю для отказа от неэкологичного образа жизни. Во-вторых, рассказывать об этом и делиться своими лайфхаками с максимальным количеством своих близких людей, своего окружения. У нас, например, в компании принято всем нашим коллегам, партнерам дарить максимальные экологичные подарки. Те же самые тумблеры, пакетики из холщовой ткани и многие другие маленькие полезные вещи, которые являются многоразовыми вещами, многоразового употребления. Третье, что можно сделать? Можно рассказывать и делать максимальное большое количество просветительских мероприятий, при этом интерактивных мероприятий. То есть не просто приходить в школу или в детский сад и вести лекцию, а поиграть с детьми, посмотреть, что такое наш мусор, из чего он состоит, почему он никогда не переработается полностью или через какое-то время окажется в желудке у кита. Лично я этим занимаюсь. Вместе с моими коллегами мы в одном из детских садов Москвы проводим замечательные классы под названием Global World. Они длятся по 20-30 минут, и мы вместе с детками 5-6-летними рассматриваем огромное число вопросов, тех самых, о которых мы говорили в самом начале. Peace, Intercultural Communication and Ecology. Такая получается у нас аббревиатура PICE. Вот над этим мы работаем. На острове, где мы познакомились с вашей коллегой Лейлой, которая, собственно, пригласила меня в эту студию, мы ввели несколько мастер-классов под названием «Экологичное мышление» и «Этичное потребление». При этом мы верим, что такие мастер-классы не менее важны, чем работа с маленькими детьми. Для детей это мышление превращается в нечто базовое, то, с чем они могут жить и расти, начиная с 5-6 лет. А для руководителей российских вузов это становится маленькой меткой, фонариком, который зажигается у них в голове, и при помощи которого они дальше могут смотреть на свое окружение, свои организации, свои экосистемы, и, возможно, внедрять новые способы взаимодействия и работы с материалами, с отходами, с ресурсами уже на уровне целых университетов. Такие маленькие шаги, на самом деле, меняют очень многое. Я на своем примере вижу, что мои коллеги, которые еще год назад, не задумываясь, брали пластиковые стаканчики с одноразовыми трубочками, которые выбрасывали через 3 минуты, они больше даже не хотят к этому прикасаться. У них настолько выработалось экологичное мышление, они начинают задумываться о том, что будет с этим дальше, куда это попадет, переработается ли это или это сгорит, насколько это опасно для окружающей среды. И, на самом деле, этот путь не такой долгий, как нам кажется. Через 10 лет мы, безусловно, не уничтожим все то, что наплодили за последние 70 лет существования пластика, но, тем не менее, результаты будут налицо. А можно я опять вспомню XIX век? Конечно. В конце XIX века была такая теория малых дел. Председательские власти ее очень критиковали, но я ее, честно говоря, поддерживаю. То есть, когда каждый человек участвует, скажем так, в поддержке школы, в строительстве больницы, в том, что он не пьет из пластиковых стаканчиков, это, конечно, очень хорошо. И, наверное, каждый человек на своем месте должен это делать. Но ведь помимо этого есть гораздо более опасные для экологии вещи. Горящие леса, например, и не только у нас, а вот сейчас они горят в Южной Америке, о чем мы редко вспоминаем. Нам ближе свои собственные сибирские. Даже когда мы осуществляем поиск по гуглу, то каждый запрос – это определенное количество электроэнергии и определенное количество не только энергозатрат, но и вреда для экологии. Мне кажется, что нужно подумать, наверное, еще о более крупных вещах. То есть одно дело – одежда. Пусть мы ее будем носить годами, как когда-то носили крестьяне. Правда, я очень сомневаюсь, что большая женщина на это согласится. Кто знает. Кто знает, но все-таки. Но другое дело, какие-то глобальные вещи, мы должны все-таки думать, наверное, и о них тоже. Или мы ограничиваемся стаканчиками? Ни в коем случае. Ограничиваться стаканчиками пагубно – это приводит нас к замкнутому кругу такого самообмана. Если я сам один перестал пить из стаканчиков, значит, я сделал все, что мог для спасения окружающего мира. Абсолютно не так. Есть два, наверное, основных подхода к изменению ситуации с окружающей средой. Первый – это базовое снижение углеродного следа. Давайте перестанем пить из стаканчиков, давайте меньше потреблять электроэнергии, давайте максимально долго носить качественную одежду и прочее, и прочее. Это качественный, хороший подход, он мне близок, и, наверное, он действительно напоминает теорию малых дел XIX века. Другой подход – это системные и экосистемные изменения. Как сделать так, чтобы появилась бактерия, которая поедает пластик, который содержится в пластиковом пятне в Тихом океане, на пластиковом острове? Как сделать так, чтобы одежда из все равно, так или иначе, утилизируемой, недолговечной превратилась в вечную, которая находится с человеком по жизни, которая никогда не изнашивается, с ней ничего не происходит? Как сделать так, чтобы системно мы перестали замыкаться в эту цепочку производства, потребления, отходы, утилизации? Как превратить этот цикл в полностью замкнутый? Вот эти экологические вопросы стоят уже на гораздо более высоком системном уровне. Во-первых, этим занимаются ученые, и мы можем их всячески поддержать. Есть огромное количество разных инициатив, которые требуют даже маленькой финансовой поддержки. Один рубль в день или пять рублей в день – это совершенно небольшая сумма для конкретного человека, но она может способствовать огромному научному открытию, которое во многом впоследствии изменит нашу экосистему. Во-вторых, поддерживать самые разные международные организации, которые содействуют экосистемным изменениям. Я не буду говорить про всем известный Greenpeace. Для многих он вызывает уже несколько аллергическую реакцию, особенно в нашей стране к нему часто есть вопросы. Не буду сейчас высказывать свое мнение по этому поводу, лично я сама поддерживаю Greenpeace. Но он предлагает огромное количество экосистемных проектов, например, предотвращение пожаров в лесах Сибири. Мало кто знает, но Greenpeace день за днем, вне зависимости от сезона года, проводит большое количество профилактических мероприятий в той же Сибири для того, чтобы в следующем году пожаров было меньше. Однако общие климатические изменения, более засушливая погода и, к сожалению, поведение человека, которое является причиной появления всех этих пожаров, иногда сводят эту работу на нет. Однако, чем больше мы будем поддерживать маленькие сообщества, которые занимаются экосистемными решениями, команды ученых, которые делают эти экосистемные решения и воплощают их в жизнь, и более крупные международные организации, которые занимаются экологическими вопросами, тем больше у нас шансов выскочить из этого бесконечного круга маленькой замены стаканчиков на более высокий экосистемный уровень. Хорошо. Но для этого, конечно, нужно, чтобы коммуникация была успешной. И давайте вернемся к той фирме, основателям и директорам, которой вы являетесь. Скажите, пожалуйста, чем фирма занимается и как вы и ваша фирма осуществляете эту самую международную межкультурную коммуникацию? Да, спасибо за вопрос. Я с удовольствием расскажу. Фирма появилась три с половиной года назад и занимаемся мы самыми разными международными проектами, как я люблю говорить, под ключ. Это четыре направления деятельности. Я кратко о них расскажу. Первое — это перевод письменный, устный и сопровождение международных делегаций. Вы занимаетесь переводом, да? Давайте чуть-чуть остановимся опять же. Вот синхронные переводы, разные виды перевода, все это нам очень интересно в университете, потому что у нас есть очень большая высшая школа перевода в Институте международных отношений, где я и работаю. И вот там все время говорят о том, что через те же самые 10 лет переводчики будут не нужны, потому что все будут делать машины. Как вы считаете, будет, нет? Вопрос, который меня задают практически постоянно. Конечно, потому что нам все время о нем сверху говорят, что эта профессия будет не нужна. То есть мы будем не нужны со знанием иностранных языков. Кратко отвечая, нет, я в это не верю, отвечая чуть более развернуто и реалистично, да, кого-то это точно коснется, причем, скорее всего, большей части наших с вами коллег. Однако это не значит, что не требуется готовить переводчиков и не требуется готовить специалистов по иностранным языкам. Если вы позволите, я чуть-чуть продолжу про компанию, объясню, почему это лишь одно из четырех направлений нашей работы. Именно поэтому, поскольку мы понимаем, что базовая компетенция письменного переводчика и базовая компетенция устного переводчика скоро станут либо широко распространенными и не так востребованы. То есть все будут владеть этими компетенциями? Абсолютно не все, но гораздо более широкая прослойка населения, по крайней мере, тех, кто работает в сфере коммуникации между разными странами и регионами. Во-вторых, мы понимаем, что требуются гораздо более сложные компетенции для наших специалистов, которые позволят им оставаться востребованными в этом большом глобальном будущем 21-22 веков. Второе направление работы — это аналитическая работа с материалами на иностранных языках. То есть мы делаем большое количество разных аналитических исследований, качественных интервью, качественных исследований по данным, собранных на разных языках и с участием представителей разных стран. Например, какая-нибудь крупная компания заказывает маркетинговые исследования, и для этого им нужно проанализировать рынок Бразилии, Китая, Индии, Южной Африки или, скажем, Малайзии. Мы смотрим, какие из этих источников существуют на английском языке, какие на иностранных языках, местных языках, и осуществляем поиск при помощи тех же самых переводчиков, которые помимо этого являются и аналитиками. То есть не просто переводят, но и анализируют эти данные, вычленяют что-то важное. Третье — это организация международных мероприятий. Это могут быть как делегационные мероприятия, когда приезжают туда-сюда бизнес-миссии, российские бизнес-миссии выезжают за рубеж, зарубежные в Россию. Это гражданская дипломатия. По сути, дипломатия коммерческая, культурная, социальная. И движение WorldSkills, которым мы содействуем уже на протяжении нескольких лет, прекрасный пример гражданской дипломатии, когда Россия сейчас принимает представителей более чем 70 стран. Надеюсь, что я сейчас цифру называю правильно. Прошу прощения заранее, если вдруг ошибаюсь. И последнее направление — это образовательное направление. Мы готовим, как я уже сказала, и переводчиков, и специалистов межкультурной коммуникации, и готовим максимально широкие слои населения к этому большому глобальному будущему. Занимаемся с ними выводом их проектов стартапов на международные рынки. Готовим их к качественно-эффективной коммуникации с иностранцами. Занимаемся языковым образованием. Хорошо, все замечательно. А можете вы привести примеры? Вот вы говорите о коммуникации. Когда эта коммуникация удается, и когда, несмотря ни на что, например, все равно оказывается что-то неудачным, потому что интересно и те случаи, и другие. Да, примеров очень много. Когда мы только стартовали свою работу в агентстве, мы все-таки в большей степени занимались переводами, не так много уделяли времени межкультурной коммуникации. Один из примеров — к нашему российскому клиенту на большую профессиональную выставку приехали гости из Кореи. Чудесный случай, как раз затрагивающий переводческую и межкультурную составляющую. Приехал гость из Кореи вместе со своим сыном. Гость из Кореи плохо владел английским, владел только корейским. Его сын владел и английским, и корейским языком. Российские представители, между прочим, армяне по национальности, что немаловажно для описанного кейса, очень эмоциональные, очень яркие мужчины, владели только русским и немножко английским. Соответственно, между ними находился переводчик с нашей стороны. Это был переводчик очень высокого уровня, специалист, который владеет и английским, и корейским, и русским языком. Так вот, во время этих переговоров случилось непредвиденное, случился конфликт и скандал. Во-первых, корейские представители подарили российским представителям подарки, как положено по восточному этикету. Российские представители, во-первых, приняли подарки не двумя руками, а одной рукой, как принято это в России делать, проигнорировав норму зарубежных гостей. Во-вторых, не имели ничего взамен, не смогли ничего предложить, они не готовили какие-то подарки, сувениры, что было несколько обидно для представителей корейской стороны, потому что они привыкли к обмену традиционными подарками в начале деловых переговоров. А во-вторых, прямо в середине переговоров корейский представитель вдруг замахал руками, закричал и сказал, выгоните переводчика из аудитории. Почему? Что случилось? Она мне мешает, она плохо переводит, мне все не нравится, я сейчас уйду. Переводчица в панике. Что случилось? Я все переводила правильно, все в порядке. Армянские мужчины в шоке, в панике. Выходите, пожалуйста, немедленно выходите. Начинается конфликт, скандал, проблема. В чем заключалась ситуация? Причина оказалась очень проста. Корейский специалист понял, что российский переводчик прекрасно понимает их внутренние диалоги между сыном и отцом, между представителями корейской компании. Ему не хотелось, чтобы кто-то слышал их на корейском языке и мог потом передать российской стороне. Поэтому он попросил сына выступать переводчиком на английский, и бедные российские представители вынуждены были на не очень хорошем английском как-то что-то понимать, и коммуникация, естественно, порвалась. В этом смысле получается, что мы имели дело не только с переводческим навыком, как с базовым навыком, который требовался на тот момент от специалиста. Мы имели ситуацию, в которой наложилось огромное количество разных культурных пластов, что спровоцировало конфликт. Так вот, к вашему вопросу, возвращаясь, о том, будут ли нужны переводчики. Они будут нужны, но, во-первых, на очень высоком уровне, когда технический перевод машинный оказывается абсолютно не способен передать всю нюансность эмоционального взаимодействия, метафорического взаимодействия, юмора, человеческого элементарно близкого межличностного общения. И, во-вторых, когда машина не в состоянии считать вот эти межкультурные нюансы. Когда переводчик, как консультант, вынужден прийти на переговоры, запасшись своим собственным подарком для того, чтобы помочь. То есть он, скорее, не переводчик, а коммуникатор такой своеобразный. Коллега, помочь своей российской стороне, если у них нет подарка, подстраховать, пожалуйста, вот ваш подарок, пожалуйста, подарите в ответ. В этом случае мягко объяснить на русском языке. Дело в том, что они хотят поговорить между собой на корейском. Мы вынуждены здесь отступить, прошу прощения, извините меня, пожалуйста, давайте я выйду на 15 минут, они успокоятся, потом вы сможете снова пригласить меня. Не волнуйтесь, это особенность местной культуры. При этом переводчик в этом смысле должен еще выступить как хороший, не психотерапевт, конечно, а скорее психолог, который вынужден считать огромное количество контекстов, происходящих внутри этого процесса, успокоить одних, подбодрить других, уверить в своем профессионализме третьих и как модератор выступить, по сути, специалистом, который организует эту коммуникацию максимально эффективно для всех, без ущерба для окружающих и без ущерба для экологии. Ну и буквально несколько последних вопросов. Скажите, пожалуйста, вот вы много говорите об образовании, об обучении. Вы заканчивали институт международных отношений в Москве, да? ГИМО, да. ГИМО. Были ли еще какие-то учебные заведения в вашей жизни? И были ли они потому, что не хватало того, что вам дал этот институт? Или наоборот, все хватало, но нужно было получить еще что-то? И вообще, каким вы видите будущее именно университетов, поскольку мы с вами сейчас говорим именно в университете? Мы с вами находимся в стенах одного из старейших университетов. Одно из самых старых зданий университета. Да, правда, это очень приятно. И вообще, что такое нынешнее образование? Каким оно должно быть? Опять множество вопросов, вы можете выбрать любой вариант из них. Мне, на самом деле, хотелось бы с вами еще больше пообщаться. Я бы с удовольствием рассказала вам и о том, как я вижу будущий университет. Но давайте кратко расскажу о своем пути, потому что зачастую именно это вызывает большое количество интереса со стороны разных специалистов. Ко мне, кстати, совершенно недавно через Инстаграм-аккаунт обратилась девушка из Казани. Она написала мне и сказала, я закончила международные отношения, и, к сожалению, пока я совершенно не представляю, где мне себя применить. Переводчики, мне кажется, это скучно. Преподаватель, мне кажется, это еще более скучно. Что же делать? Ну вот, честно говоря, мы как раз и учим их быть аналитиками, сознанием иностранных человеков. Именно, да, межкультурными коммуникаторами, правда. Это именно то, чему мы пытаемся их учить. Все так. Соответственно, она говорит, скажи мне про свой профессиональный образовательный путь. Может быть, я пойму, как ты строила свою карьеру и как мне ее выстроить, чтобы дальше найти суперинтересное пространство, где, как и ты, я смогу приехать в Казань, дать интервью, поработать с Насимом Талебом, потом уехать через сутки в Индию, а потом позволить себе маленький отпуск, потому что ты имеешь право организовать свой график так, как хочешь. МГИМО, да, это факультет международных отношений, отделение востоковедения. Я карьерист по первой специальности, я заканчивала бюджетное отделение, и на самом деле очень горжусь тем, что поступила по Всероссийской Олимпиаде и имела право поступить в любой вуз страны по своему направлению. У меня была история общества знания английский язык, это три Всероссийские Олимпиады. По всем по ним я имела право, возможность и выбор факультета. Далее, через буквально несколько дней по завершении своего университета, по завершении МГИМО, я уехала в Америку, там я стажировалась в одной из образовательных организаций при Стэнфорде. Я считаю, что это тоже был образовательный опыт, несмотря на то, что формально это не какое-то образовательное учреждение, это частная коммерческая организация, которая занимается образовательными услугами. Для меня это был сильнейший опыт, тем более, что организация находилась в Силиконовой долине и имела доступ к огромному числу просто невероятно сильных контактов. На тот момент мне это было супер важно. Далее я заканчивала факультет, точнее, не факультет, а направление, как там это называется, Global Governance and Global Ethics, Master of Sciences, Университет Лондона. И, наконец, после этого, на протяжении всей, все оставшиеся, плохо сказано, на протяжении всей следующей своей карьеры, профессиональной деятельности, очень много училась на разных краткосрочных, долгосрочных курсах с разными профессионалами, лично училась, коучилась у них, тьюторилась у них, то есть это полноценный lifelong learning, образование в течение всей жизни, как мы говорим. Очень хочется верить, что это не конец. Ну так вот, и какими должны быть университеты, замечательно. И чему, с вашей точки зрения, нужно учить? И как нужно учить? Давайте скажем так. Мне кажется, мои коллеги-профессионалы, которые занимаются этими вопросами, ответили на этот вопрос гораздо лучше, чем я. Я вас адресую к двум источникам. Первый — это атлас новых профессий. С которым я, кстати, совершенно не согласна, и меня интересует ваше личное мнение. Да, хорошо, я сейчас закончу. Поскольку я с ними согласна, мне хочется сделать отсылки к ним. Атлас новых профессий под руководством команды Дмитрия Судакова. И второе — это огромное количество разных исследовательских работ Павла Лукши, который занимается в рамках крупной концепции Global Education Futures, в том числе будущим университетов. Вот эти два крупных столпа, на которые я в том числе опиралась при формировании собственного мнения, мне помогли сформировать позицию о том, как должны выглядеть университеты. На мой взгляд, университеты прежде всего должны быть пространствами возможностей. То есть это, наверное, чуть большая степень свободы, чем мы сейчас имеем. Возможность выбирать те профили, которые интересуют, возможность выбирать тех преподавателей, с которыми я хочу заниматься, возможность выбирать те направления и возможность перемещаться между этими треками, выстраивать собственную образовательную траекторию. И второе — очень хочется, чтобы университеты не мешали. В свое время у нас из МГИМО отчисляли за 30 часов пропуска. Это очень жесткая система. Многие мои коллеги сейчас даже не верят, как это возможно, ведь все студенты прогуливают пары. Как же вы не прогуливали? Вот так не прогуливали нас, правда, отчисляли. При этом у меня было огромное количество приглашений на разные студенческие конференции, огромное количество разных работ. Вот к четвертому курсу я работала уже на четырех разных работах. И приходилось каким-то образом так жонглировать между ними, чтобы ничего не пропускать, и тебя не выгнали из института. Мне искренне верится, что вот эти мои работы, деятельность, активность дали мне ничуть не меньше, чем университет. И кажется, что если бы у меня не хватило какой-то поддержки со стороны семьи, близких, друзей, чтобы отжонглировать все это так качественно, чтобы еще университет не пропускать, то, может быть, я бы не смогла реализовать часть своих мечтаний, часть своих задумок, потому что, ну, действительно, сказали бы спасибо, до свидания, мы с вами прощаемся. Так вот, очень хочется, чтобы университет давал какую-то свободу в реализации профессиональных возможностей студента, начиная с первого-второго курса, а не как принято у нас, но, может быть, под конец четвертого курса вы можете записаться на какую-то практику. Ну что ж, хорошо, большое вам спасибо. У нас с вами осталось множество вопросов, которые мы могли бы обсудить, и у меня осталось много тем, которые были бы для меня интересны в нашем разговоре, но, к сожалению, время наше закончилось. Ничего страшного. И, может, мы с вами как-нибудь однажды еще продолжим нашу беседу. Я уверена. Большое спасибо всем нашим зрителям, и надеюсь, вам было так же интересно, как и нам сегодня. Итак, в нашей студии была Кристина Роберт, основатель и директор агентства международного сотрудничества, приехавшая к нам в Казань на открытие и для проведения или организации деловых встреч WorldSkills. Большое спасибо. Спасибо и вам. Я бы тоже со своей стороны хотела поблагодарить моего интервьюера и наших зрителей. Возможно, мои сообщения получились немножко спутанными, потому что, как всегда, у увлеченного человека множество мыслей и ограничивающие факторы только заставляют ускоряться. Для того, чтобы узнать чуть-чуть побольше о том, что мы делаем, вы всегда можете обратиться ко мне лично через Facebook, Instagram или через сайт и контактные данные нашего агентства. Наш интервьюер обозначил и мою позицию, и мое имя, так что вы смело можете обращаться. Я с удовольствием проконсультирую вас или отвечу на любые оставшиеся вопросы. Надеюсь, эта открытость в коммуникации поможет и вам узнать еще что-то интересное и полезное для вашей образовательной и профессиональной траектории. Спасибо большое и до новых встреч!